Здравствуйте! В эфире телеканал Аджетсу Новости. В студии Яхан Дезнур Мухаммедова и сурдопереводчик Даурен Абдрасилов. И вначале коротко о главном. На должном уровне в Талдыкургане с рабочим визитом побывала министр здравоохранения Ахмарал Альназарова. Главный врач страны подчеркнула, что продуктивная работа медиков начинается с качественных объектов здравоохранения. Двойной праздник. Сегодня в День национальной валюты работники финансовой сферы Казахстана отметили свой профессиональный праздник. Некоторые из них были поощрены за свой труд. Да будет свет! В Аксусском районе продолжается работа по установке уличного освещения сельских улиц. Сегодня с рабочим визитом в область Житсу прибыла министр здравоохранения страны Ахмарал Альназарова. В ходе обезда глава ведомства посетила медицинские учреждения, встретилась с медработниками, а также побеседовала с пациентами. Кроме того, высокопоставленная гость провела встречу с населением и ответила на вопросы представителей СМИ. Айгер Мкупаева продолжит. Главный врач страны в первую очередь посетила спортивно-реабилитационный комплекс АСАР. В этом центре оказывается помощь людям с ДЦП, заболеваниями опорно-двигательного аппарата, а также проводится реабилитация после инсультов и лечение детского церебрального паралича. Здесь бесплатную профессиональную помощь получают около 300 человек. В их числе 54 ребенка. На сегодняшний день мы достигли отличных результатов. Пациент не мог самостоятельно стоять, только при помощи аппарата. Укрепились мышцы таза, позвоночник и ног. Вы получили направление в поликлинике. Как долго вам пришлось ждать? Нет, не долго. Квоту на лечение я получаю уже в третий раз. Акмарал Аль-Назарова также побывала в селе Шимыр из Кельдинского района. Здесь ведется строительство новой блочномодульной амбулатории. Старое здание, построенное 54 года назад, к сожалению, пришло в непригодность, как и система отопления, из-за чего медперсоналу приходилось работать в сложных условиях. Необходимо увеличить численность строителей для того, чтобы параллельно вести работы по благоустройству. Главное для нас – это качество. Мы передали полное финансирование, поэтому стоит поторопиться с завершением строительства данного здания. Встретилась министр здравоохранения и с работниками Талдыкурганской городской многопрофильной больницы. Она побеседовала с врачами, а также поинтересовалась состоянием здоровья 97-летнего пациента, находящегося на лечении в этом медучреждении. Приятным бонусом к беседе с главным врачом страны стала корзина с фруктами, врученная Акмаралу Аль-Назарову старейшему пациенту больницы Ивану Смакину. С начала года в областном перинатальном центре появились на свет более 4800 детей. Среди них два случая рождения тройни. Министр здравоохранения поинтересовалась состоянием новорожденных и молодых матерей. Мы всегда говорим о том, что здоровье матери и ребёнка – это самое важное. Поэтому каждый ребёнок для нас особенный. И для нас первостепенное значение имеет здоровье этих детей и их матерей. Глава здравоохранения страны в рамках своего рабочего визита встретилась и с представителями СМИ региона. Двусторонний диалог состоялся в стенах Дома журналистов имени Бесена Курамбека, где и прошла пресс-конференция. Также Акмарала Альнезарова ответила на вопросы жителей региона, касающиеся наиболее актуальных проблем здравоохранения. В основном это темы дефицита кадров, доступности медицинских услуг и привлечения молодых специалистов в сельскую местность. Вопрос качества образования действительно очень актуальный вопрос, как для высшего, так и для среднего медицинского образования. Сегодня 96 медицинских колледжей по стране работают. Из них сегодня 26 государственных, остальные частные медицинские колледжи. Сегодня лицензирование этих колледжей проводится Министерством просвещения, и постлицензионный контроль также проводится Министерством просвещения. Поэтому вопросы здесь есть, Министерство здравоохранения этот вопрос знает. Сейчас работает над тем, чтобы совместно с Министерством просвещения провести в целом постлицензионный контроль всех этих медицинских колледжей на предмет действительно качества образования и в целом соответствия их лицензионным требованиям. Казахстан и Катар намерены сотрудничать в военной сфере. В минувший четверг на прошедшем пленарном заседании Сената парламента был одобрен закон о проведении совместных военных учений двух стран. Помимо сотрудничества в этой сфере, государство Катары является надежным и важным партером Республики Казахстан в исламском мире. Вместе с тем укрепляются экономическое партнерство, культурно-гуманитарные связи, а также налаживается тесный политический диалог, резюмировал в ходе заседания сенатор Галяас Харсарбаев. Ратификация данного соглашения позволит Казахстану и Катару реализовать планы по сотрудничеству в сфере военной подготовки, в частности в повышении военного образования и квалификации военнослужащих. Соглашение также даст возможность проводить различные мероприятия не только в сфере военной медицины, науки и спорте, но и взаимодействовать в других отраслях. Вместе с тем данное сотрудничество – это возможность изучения языков, сохранение секретности информации, разрешение конфликтных ситуаций, обмена опытом, проведение совместных тренировочных учений, консультирование и участие в миротворческих операциях, в связи с чем определен порядок внесения поправок в данный законопроект. Как отметил Галиас Харсарбаев, это соглашение учитывает возможность использования воздушного пространства и военных полигонов двух государств в ходе проведения военных учений, а также возможность транспортировки техники. Ответственность за реализацию этих мероприятий лежит на Министерствах обороны обеих стран. Уполномоченные органы определяют, организуют, координируют деятельность сторон. Для предупреждения определенных ситуаций будет создана совместная рабочая группа по согласованию с уполномоченными органами, и её члены будут проводить мероприятия на территории двух государств. Напомню, что данное соглашение заключено сроком на пять лет. Особенностью договора является то, что по истечению этого срока, если обе стороны не уведомят друг друга о расторжении соглашения, оно будет автоматически продлено ещё на пять лет. Депутат Мурат Кадырбек также поддержал ратификацию законопроекта, рассмотренного в докладе члена Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Галиас Хараса Рыбаева. Вместе с тем его заинтересовала шестая статья соглашения, в связи с чем он обратился с вопросом к представителю Министерства обороны. «Прошу вас подробнее пояснить, какими функциями будут наделены члены совместной рабочей группы, каким образом будут оформляться принимаемые решения и каков будет механизм реализации данных решений сторонами соглашения». По словам представителей Министерства обороны, в настоящее время обозначены основные задачи, стоящие перед обеими сторонами. Это повышение совместных усилий в области военного образования и подготовки военнослужащих. Также будут проводиться культурные и спортивные мероприятия в военной сфере и совещания по вопросам, касающимся операций по поддержанию мира. В Талдукургане состоялась 23-я внеочередная сессия областного маслинхата в центре внимания депутатов в вопросы бюджетного планирования и социально значимых отношений. В ходе заседания были рассмотрены изменения к решению о бюджете области ЖЦУ на 2024-2026 годы, а также изменения к решению об определении перечислено социально значимых сообщений региона. Народные избранники заслушали доклады руководителей госорганов об исполнении бюджета области ЖЦУ за 11 месяцев. Особое внимание было уделено вопросам предотвращения чрезвычайных ситуаций. Так, для завершения работ по укреплению побережья рек Каратал и Кура в городе Текили планируется выделить 160 миллионов тенге. В сфере образования запланировано выделение более 660 миллионов тенге, из которых 130 миллионов будут направлены на содержание новой школы в городе Жаркент. Рассчитано на 1200 ученических мест. Данные образовательные утверждения построены в рамках национального проекта «Комфортная школа». Также вопрос о определении перечня социально значимых сообщений в области ЖЦУ были внесены изменения в решении Маслихата. Основанием для внесения изменений в решение данного Маслихата является включение в перечень социально значимых родословных дополнительно четыре внутрегородских регулярных маршрутов города Текили. На сессии были приняты решения соответствующие, и были утверждены те вопросы, которые внесли Маслихата. Депутаты задавали насущные вопросы, которые волнуют их. Именно руководители госоргана дали ответы. Свет на каждую улицу в Аксусском районе. Ведутся работы по проведению освещения на улице протяженностью 40 километров. На сегодняшний день объем выполненных работ составил 60%. По плану 1159 линий электропередачи будет установлена в селах Сагабьен, Матай и Культабан. На реализацию данного проекта из бюджета выделено более 760 миллионов тенге. В целом по области Жецу протяженность сетей уличного освещения составляет 1685 километров. В прошлом году на территории региона было установлено 1850 уличных фонарей. В этом году планируется установить 2550 единиц. На сегодняшний день работы по освещению ведутся в шестираненых областях. На осуществление данного проекта из республиканского бюджета было выделено полтора миллиарда тенге. На сегодняшний день работы по проведению освещения ведутся в селе Сагабьен. По проекту уличные фонари будут размещены на улицах общей протяженностью 15 километров. На данный момент на 8 километрах уже установлены 349 опор линий электропередачи. Работы с бетонными конструкциями уже завершены. Из-за погодных условий проект временно приостановлен. Через пару дней работы возобновятся, так как объект переходный. Он будет сдан в эксплуатацию в следующем году. В селе Сагабьен есть 11 больших улиц. Установка уличных фонарей стала большим подспорьем для сельчан. Ведь теперь видно каждую улицу, каждый проулок и даже дворы домов освещены. Хочу отметить, что электрификация будет проведена на всех улицах сельского округа. 15 ноября 1993 года в Республике Казахстан была введена в обращение собственная валюта. Тенге, что стало важным шагом для страны на пути к укреплению независимости и развитию рыночной экономики. В этом году Тенге отмечает свое 31-летие, а с ним и профессиональный праздник работники финансовой системы Казахстана. В честь этой знаменательной даты Акимгорода Талдыкурган Ернет Безель провел торжественное награждение экспертов в отрасли, выразив искреннюю благодарность всем тем, кто своим трудом способствует развитию бюджетной сферы и укреплению экономической стабильности региона. В ходе мероприятия около 40 сотрудников финансовых организаций были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами Акима области ЖИЦУ за высокий профессионализм и значительный вклад в развитие финансовой системы региона. Особое внимание было уделено руководителю Сарканского районного управления казначайства департамента казначайства области ЖИЦУ Галье Уроновой, которая удостоилась знака «Отличник финансовой службы». Уважаемые коллеги, поздравляю вас с сегодняшним нашим профессиональным праздником. Желаю вам успехов, удачи в работе, чтобы наш труд высоко оценился, чтобы страна наша была на высоком уровне, экономика, чтобы наша была на высоком уровне. Всего-всего наилучшего. Мой труд был оценен очень высоко. Сегодня я стала отличницей финансовой службы, финансовой работы. К этому я шла долго. Осторожно, интернет-мошенники. Именно этот вид преступной деятельности в последние годы набирает обороты. Как обезопасить себя от сети аферистов и не попасться на удочку преступников, рассказали сотрудники правоохранительных органов. Подробности в нашем следующем материале. Интернет-мошенничество – наиболее распространенный вид преступления. Это форма одного из видов уголовного правонарушения, когда злоумышленники используют интернет для обмана людей с целью обогащения за счет получения денег, личных данных или других ресурсов. Мошенники могут действовать разными способами, создавая фейковые страницы, отправляя фальшивые письма или сообщения или внедряясь в личную жизнь жертв помощью социальных сетей, резюмировали участники брифинга. Сегодня в эпоху высоких технологий и массовой цифровизации интернет-мошенничество становится все более разнообразным и изощренным. Причем существует множество его разновидностей. Компьютерное мошенничество, получение субсидий путем мошенничества, мошенничество при капиталовложении, обман с целью получения завышенной суммы страховки, получение выгоды путем обмана, мошенничество, связанное с получением кредита. Как отметил спикер, злоумышленники часто нацеливаются на детей и пожилых людей, поскольку эта категория граждан менее осторожна в интернете и не всегда понимает уровень угрозы. Важно объяснить им опасности фальшивых предложений. Чтобы не стать жертвами интернет-мошенников, в первую очередь гражданам мы советуем проверять информацию, а также другие же ссылки, которые отправляются вами или же вашими родственниками в групповых чатах, а также не проходить по предоставленным ссылкам, которые вызывают сомнения, а также проверять информацию, еще раз скажу, и именно в интернете не проходить по подозрительным ссылкам и не заполнять личные данные конфиденциальные, которые не предоставляют сторонним лицам свои банковские реквизиты, свои конфиденциальные данные, личные данные. Онлайн-мошенничество представляет собой серьезную угрозу для пользователей интернета. Важно быть внимательным и осторожным при взаимодействии с онлайн-ресурсами, чтобы избежать потерь. Напомним, что за подобные деяния законом предусмотрен максимальный срок наказания до 10 лет с конфискацией имущества, подытожил старший оперополномоченный организационно-контрольное управление Бауржан Тиксбаев. Кондезнер Муханбетова, Жаях Курманбаев, телерадио-компания ЖИЦУ. Президент Казахстана объявил следующий год годом рабочих профессий. В стране наблюдается острый дефицит квалифицированных специалистов в ряде ключевых отраслей. По оценкам экспертов, в сфере энергетики не хватает порядка 15 тысяч специалистов, в сельском хозяйстве – 3 тысячи, а для гидроинженерных работ – 900. Подробнее о востребованных специалистах – материале Айгер Мкупаевой. Всего в крае ЖИТСУ действует 27 колледжей, готовящих специалистов рабочих профессий, из которых 21 государственный и 6 частных образовательных учреждений. Более 10 тысяч студентов получают здесь образование бесплатно, закладывая прочный фундамент для развития региональной экономики и создавая перспективную рабочую силу будущего. В этом году в области открылись 13 новых специальностей, отвечающих требованиям президентской программы развития рабочих профессий, в том числе и по направлению горно-шахтного дела. С целью удовлетворения реальных потребностей предприятий региона в 15 колледжах под 25 специальностям ведется целевая подготовка 876 специалистов. Это означает, что после окончания обучения у выпускников будет гарантированное рабочее место. С этой целью заключены меморандумы с 80 предприятиями. Одно из образовательных учреждений, готовящие специалистов рабочих профессий, это Талдукурганский индустриальный колледж. Сейчас здесь более 500 студентов обучаются по 6 специальностям. Около 70 преподавателей-мастеров обучают по таким направлениям, как обслуживание и ремонт контрольно-измерительных приборов и автоматики, слесарей и машинисты дорожно-строительных машин. В условиях бурного развития сельского хозяйства и строительства в стране остро востребованы специалисты рабочих профессий. Автослесари, токари, сварщики, необходимые кадры как для сельского хозяйства, так и для промышленных предприятий. Срок обучения после 9 класса составляет 3 года. После 11 всего год. В прошлом учебном году 78% выпускников трудоустроились. Часть ушла в армию после получения качественного образования. Проблем с трудоустройством выпускников нет. Молодой специалист Галым Ирболулу устроился на работу несколько недель назад. Уроженец города Талдыкурган. Он специально обучался на электрика в региональном университете Костанае. Сейчас Галым проходит месячную практику в АО «ТАТЭК» и вскоре планирует приступить к работе. Он связывает свое будущее с этой профессией и намерен применять полученные в Северном Казахстане знания у себя на родине. Год я служил в армии. Сейчас уже несколько недель работаю в «ТАТЭКе». Рядом со мной опытные мастера Бауржан и Кайрат, которые помогают мне осваивать азы этой специальности. Мне здесь нравится. Пока не приближался к электричеству, но уже освоил все меры безопасности. Многие молодые люди, подобно Галыму, не считают профессию электрика престижной и не видят в ней перспектив. Они не понимают, что любая профессия может принести успех. К сожалению, есть и те, кто вообще не слышал о таких специальностях. Вероятно, именно это является основной причиной нежелания молодежи идти работать в эти отрасли. Поэтому, как и говорил президент, профессиональное образование действительно нуждается в серьезной реформе. Совместно с представителями Палаты предпринимателей «Атамикен» мы провели опрос среди крупных предприятий области и индивидуальных предпринимателей. В опросе приняли участие 80 объектов бизнеса. В результате мы определили востребованные специальности в регионе на ближайшие годы. В первую очередь, существует большой спрос на специалистов по обогащению руды, сварщиков, электросварщиков, а также автомехаников и трактористов. Отмечается, что в Казахстане, в отличие от Узбекистана и Кыргызстана, действительно наблюдается дефицит рабочих кадров. Ведь именно в этих государствах число квалифицированных рабочих специалистов значительно выше. Это обусловлено более жесткими условиями поступления в ВУЗы данных стран, где высшее образование доступно лишь лучшим абитуриентам. Программа «Одно село, один продукт», ставшая в нашем регионе традиционной, все больше набирает популярность среди жителей области Житсу. Который год участники проекта представляют широкий спектр продукции, включая кулинарные и кондитерские изделия, ювелирные украшения, текстиль и многое другое. Всего в мероприятие приняли участие 32 предпринимателя, из которых только трое были удостоены главного приза. Одна из них – Евгения Звягина. Наша съемочная группа побывала в гостях у мастерицы из областного центра. Евгения Звягина – одна из тех, кто с энтузиазмом принял участие в проекте «Одно село, один продукт». В результате мастерица стала одной из его ярких финалисток. Сегодня эта удивительная женщина создает уникальные изделия из натуральных камней, кожи и войлока, которые уже успели завоевать популярность не только среди жителей нашей республики, но и за ее пределами. И это неудивительно, ведь каждое украшение ручной работы не только отличается яркостью и красотой, но и несет в себе особую положительную энергетику. По словам Евгении Звягиной, она изготавливает все изделия с любовью и вниманием к деталям. Непосредственно проект, конечно же, повлиял на масштабирование, наверное, потому что в первую очередь сразу задаешься вопросом, а что можешь ты еще больше, что можно такого предложить интересной рынку, посредством чего ты сможешь и прославить свой город, свое, скажем так, как село, и чтобы тебя как продукт знал Казахстан. Поэтому я считаю, что данный проект – это очень интересно, и я очень рада, что я сама приняла там в нем участие. Талантливая рукодельница, которая создает уникальные украшения на заказ, тщательно подбирает материал по дате рождения владельца. Для нее каждый камень – не просто элемент декора, а источник энергии, который помогает гармонизировать внутреннее состояние человека. Отметим, что по образованию Евгения Звягина инженер-инструктор швейных изделий, а также выпускница художественной школы, что, безусловно, отразилось на ее работах. Изделия мастерицы не только красивые, но и наполнены особым смыслом. Ведь каждое украшение становится не просто аксессуаром, а личным оберегом для его владельца. Я являюсь нумерологом, и когда ты знаешь цифру человека, когда ты знаешь запрос человека, то можно подобрать непосредственный камень, который будет благоприятно влиять на ту сферу, которая человеку необходима. Я за ручной труд, и он всегда содержит некую энергию. Когда человек берет это изделие, он понимает, что в нем и есть некое волшебство. В ближайших планах Евгении Звягиной две цели. Открыть собственную мастерскую, которая по задумке рукодельницы станет местом для продажи ее уникальных украшений, а также организовать мастер-классы для обмена опытом и знаниями с начинающими мастерами прикладного творчества. Для любителей литературной прозы нынешняя пятница стала значимой, так как в этот день состоялось двойное мероприятие. В рамках первой цели участники встречи отдали дань памяти писателя и историку Андасу Маракану, родившейся в 1944 году в Китайской Народной Республике. Он внес особый вклад в развитие айтыса китайских казахов. Он скачался в 2015 году в Казахстане, в городе Талдыкурган. На сегодня сохранилось около 20 произведений Андаса у Маракана. Не менее важным это мероприятие стало и для членов общественного объединения Краеведческий центр области Жецу, которые подвели итоги и поделились планами на будущее. Так, за прошедший год исследователи выпустили 12 книг, посвященных истории и культуре региона. Эти произведения были тщательно изучены, обобщены и переданы в библиотеки страны, чтобы сохранить и распространить звание об области Жецу и её богатой истории. Кроме того, особое внимание на встречу было уделено награждению граждан, которые в течение года активно занимались поиском и сохранением местной истории. С момента создания общественного объединения Союз Краеведов области Жецу прошёл ровно год. Он был наполнен бодотворной работой, исследованием и сотрудничеством с различными учреждениями региона. На сегодняшнее мероприятие мы подвели итоги деятельности объединения и обменялись опытом с нашими партнёрами и коллегами. Одним из главных результатов нашей работы за этот год стал выпуск книг, который является результатом как коллективного, так и индивидуального труда наших исследователей. На этом у меня всё. Оставайтесь на телеканале Жецу и будьте в курсе событий. До свидания.